раз пошла такая пьянка давайте вам расскажу еще в двух словах что там с моей машиной и как продвигается дела у страховых по поводу оценки моего ремонта а на самом деле никак полторы недели уже в никуда ушло прикол в том что как я уже говорил моя страховая выделила мне инспектора который поехал на площадку где была куда была отбуксирована моя машина он как бы сделал оценку ее повреждения и предоставил мне репорт и сказал если есть какие-то вопросы обращайся я сказал да у меня есть вопросы я не согласен с этим репортом мне кажется вот так то и вот так то машины для сравнения выбраны другого класса и так далее и тому подобное он сказал да я согласен но он медленно это то есть я ему отвечаю в тот же день как только он что-то прислает а он отвечает только спустя два дня помимо кстати того вопроса что типа если у тебя есть вопросы обращайся он сказал типа пожалуйста заедь туда за машиной в машину и забери свои вещи с ними номера и предоставь нам копию свидетельства о праве собственности но так как у меня были вопросы я не собирался еще отдавать свою машину я вот это ему говорю подожди у меня есть вопросы да спасибо что спросил ну и начал естественно спрашивать все эти вопросы а он отвечал очень долго раз в два дня что-то отвечал да я согласен звучит логично ну то есть как-то и вот вот а параллельно я же пытался найти контакты второй страховой но как мне то что найти контакты то есть я ждал полицейского репорта полицейской репорта я получил увидел что там написано что там нет моей вины и соответственно контакты второй страховой в которую я и хотел обращаться чтобы они обрабатывали весь все мое дело но в это время моя страховая из-за того что мой оценщик это уже все сделал он они уже как бы идут вперед как локомотив и говорят мы до готовы тебя выплачивать но у тебя то в твоей страховой покрытие твоей машины еще 500 баксов типа додакта была франшизы поэтому вот мы его то оценили твою машину восток это минус 500 баксов готовы платить я говорю подождите давайте тогда то же самое пускай сделать вот а страховая там у меня нет никакого додакта было они такие отмене смысле так ты не хочешь чтобы мы что-то делали игры я пока еще ничего не могу сказать хочу чтобы что вы чтобы что-то делали потому что дайте мне связаться хотя бы с той страховой сейчас я дождусь полицейского репорта там будут контакты там признание моей невиновности и так далее я тогда уже вот свяжусь с ними посмотрим что они там на насчитают ну окей я говорю ну хорошо ну хорошо у меня ушло несколько дней чтобы связаться с таким же самым инспектором 2 страховой на что он говорит да хорошо не вопрос сделаем всю оценку где она буксирована я говорю ну вот на таком вот сервисе на такой-то площадке он говорит хорошо прозвони туда и скажи что ты разрешаешь забрать эту машину на нашу площадку потому что каждый день простое на вот этих вот площадок куда после дтп свозят машины там это стоит как бы денег баксов 30 наверное и страховые не хотят это оплатить поэтому они приезжают забирают машину куда-то оттаскивают типа к себе где мне надо платить каждые дневные вот эти вот комиссии я говорю да не вопрос хорошо только ты же мне потом скажи куда вы ее там отбуксированы да 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 хорошо я звоню туда говорю так и так вот мне надо вот такая-то машина они говорят так я уже давно забрали в смысле давно ну несколько дней назад уж точно я говорю кто забрал смысле я никому ничего не разрешал еще забирать но я не знаю видимо твой инспектор наверное ее уже все забрал ну классно вы не знаете ну здорово ну начинаю звонить свою страховую в общем они говорят ну да мы ее отбуксировали уже куда-то там на другую площадку но я подумал ну наверное так же самое как вот 2 страховая чтобы не платить они куда-то отбуксировали плюс-минус здесь по месту ну давай узнавать у меня несколько дней ушло чтобы узнать куда они отбуксировали знаете куда нет буксировали сейчас покажу водка где куда они отбуксировали ребята пенсионная улица в инглиштауне в инглиштауне тут очень рядом вот спидрейс видимо я ребятам своим скидывал как раз у меня недавно кореш ездил вот сюда и гонял там на своем лексусе тестировал и прогребы и это далеко но относительно от меня то есть если сделать directions вот меня что там у нас 351 constitution ну такое полчаса езды ребят ну часа но это еще тоже пол беды то есть она была по месту они отбуксировали фиг знает куда но я только подумал ну ладно что что такое находится почему так далеко я полез смотреть в гугле что там находится по этому адресу а там говорят сервис ай и они говорят insurance out аукцион я пошел на сайт что же такое и оказывается это реально они уже ее на куда там аукцион отбуксировали игру вы чё офигели я прям в шоке я давай искать вот он поиск там за последние там пару суток все вольвы вот фильтры поставил и реально нахожу свою машинку вот она уже выставлены на аукционе ребят покупай не хочу все детали про нее расписаны и вот весь пробег мой ключи его даже ключик ну чётенько кстати кто хочет вот заходите ой 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 . ком тут вот прям вот кто-то вот отфоткал человек номерки уже сняли но он я смотрю положили сюда под этот прям прям отфоткана вся моя ласточка мой мой любименький кожаный салон в отличном состоянии в отличие тех машинкам парисом передок тоже в отличном состоянии да но верхенький в общем вот он да мой пробег последний круто и кресел нету и убрали два детских кресла куда я не знаю надеюсь багажник но это важно потому что мне страховая должна их оплатить капот даже смогли открыть слушайте ключик единственный вот в общем здесь расписано написано вот сколько насчитали вот можно купить пацаны покупайте мою машину оценочный ремонт это вот 5000 а не то что насчитал этот мой инспектор от моей страховой то есть все ттх по ней вообще конечно я был в шоке на самом деле единственно что не оправдывал что вот дата аукциона еще не назначена и более того я им еще тайтл не принес документ права собственности поэтому вот бой тайтл вот они ожидают ну конечно я не привезу короче вот такая вот печаль я был прям в шоке и теперь я пытаюсь позвонить свою страховую не просто сказать что вы офигели сказать окей разрешите до 2 страховой забрать мою машину отсюда несмотря на то что я владелец машины из-за того что ее привез какой-то вот олень от моей страховой инспектор только он может позвонить туда и дать свое устное разрешение куда-то вывести машину дальше прикиньте то есть я звоню в эту фирму говорю я owner я владелец я хочу чтобы мою машину оценил другой инспектор отдайте ему ее они говорят нет не ты сюда привозил не тебе и забирать крутяк так я звонил этому инспектору уже полторы недели своему от своей страховой говорю звони туда и дай добро он говорит это не я должен звонить звони вот в свою страховую но в мою я говорю ну ты же там же работаешь в этой же страховой ты позвони нет это вот прям там есть отдельная команда а эта команда говорит нифига это только он его мы полторы недели уже ходим по кругу я пытаюсь коммуницировать друг с другом моего инспектора и мою страховую чтобы 2 страховой дать разрешение но вот такой вот уже круг замкнутые сегодня уже получил контакты менеджера этого инспектора своего и я писал ему голосовое сообщение отзвонил и завтра буду еще раз звонить чтобы типа надави на своего чувака опускаем просто прозвонить это две минуты делов прозвонить этот а ей просто просто позвонить просто тупняк какой-то на ровном месте но вот полторы недели этот вот от 2 страховой чувак полторы недели ждет я уже не знаю что мне предъявить кстати когда ему скажут что теперь надо отвозить аж из инглиштауна но посмотрим в общем как то так